Больше 250 километров волокон на оптической линии связи провели от Паланы до Осоры на Камчатке. Сейчас специалисты подключают социально значимые объекты и домохозяйства на поселковых территориях. Это МФЦ, это экстренные службы, это 112, администрация, школа. Работаем в параллели с коллегами. То есть мы здесь не один оператор, здесь есть сотовики, здесь есть Ростелеком. Поэтому мы в коллаборации с ними каким-то образом стараемся выстроить процесс так, чтобы максимально быстро охватить и юридические лица, и операторский сегмент, и само население. Всего специалисты ожидают более 600 заявок на подключение в районном центре. Работы обещают проводить оперативно и намерены завершить их до конца лета. Все будет упираться в погоду, в погодные условия, поскольку работаем мы в основном при строительстве магистрали на улице, то есть зависим от нее. И продолжать реализацию подключения здесь будем тоже таким же образом, то есть будем включать и параллельное население, и социально значимые оставшиеся объекты. Техническая возможность подключения обеспечена на 100% домохозяйств на территории поселка Оссора. Непосредственное подключение абонентов ведется операторам связи в соответствии с поступившими заявками. В следующую очередь будем подключать сотовых операторов, хотя я думаю, что где-то там, наверное, через неделю, через две мы планируем тестовый запуск одного из операторов, это скорее всего будет Билайн. У них здесь готова инфраструктура, они подготовились заранее к нашему приходу, поэтому мы вот в тестовом режиме их запустим, посмотрим, каким образом будет устраиваться работа с ними и какое будет качество сервиса. А там дальше полноценно будем запускать уже всех остальных операторов, кто захочет здесь работать. Но я, насколько знаю, есть плановый мегафон, есть плановый МТС. Напомним, в 2021 году на Восточном экономическом форуме власти Камчатки и Интеркомсервис заключили знаковое соглашение, которым подтверждено намерение реализовать на принципах государственно-частного сотрудничества масштабный инфраструктурный проект строительства волоконной оптической линии связи на севере полуострова. Продолжение следует...